Конкурс световых архитектурных проекций «Наука как чудо» не перенесли даже из-за плохой погоды. 14 работ из разных стран мира презентовали на фасаде Гурсовета. Смотря на то, что идет дождь, посмотреть масштабное световое шоу у мэрии собрались десятки людей. Участники демонстрируют искусство 2D и 3D проекции на объекты городской среды. Благодаря навыкам конкурсантов, привычные фасады строения превращаются в полотна для сказочных картин. Мы приехали из города Черноморска. Мы очень хотели посмотреть, но сомневались из-за погоды ехать или нет. И в итоге не жалеем. Очень интересно. У нас дети учатся в художественной школе, поэтому для них это будет поучительно, познавательно. И что-то они для себя возьмут. Очень красиво сделали и украсили. Напоминают какие-то фильмы и какие-то роботы. Критерии к работам – целостность сюжета, техника исполнения, креативность, оригинальность и связь с музыкой. Общий призовой фонд фестиваля – 213 тысяч гривен от Горсовета. Нам было интересно вдохновить людей, которые перед Рождеством строят планы, мечтают на будущий год. И сказать им о том, что мы не только мечтаем, а мы способны свои мечты воплощать в реальность. И наука – это один из ярких примеров того, как рождаются самые высокие технологии, которые продлевают жизнь человечества и приносят сказку в нашу жизнь. Сегодня заключительный день феста. На фасаде мэрии покажут лучшие работы прошлых лет, планах и батл художников по свету под различные интерпретации рождественской калятки «Щедрых». Лилия Горопашная, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».